Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по JavaScript. И мы с вами рассмотрим такие методы, которые вам позволяют работать с началом массива. Это методы Shift и Unshift, которые позволяют удалить элементы с начала массива и добавить элементы с начала массива. Итак, если вам действительно нравятся такие уроки, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Переключаемся на рабочий стол. Итак, здесь у меня уже создан HTML-документ с минимальной структурой HTML, head, body, title, meta. Создается это с помощью редактора brackets и плагина Emmet. Я нажал восклицательный знак, нажал табуляцию и у меня достроилась минимальная структура HTML-документа. Итак, теперь давайте мы с вами создадим наш скрипт для JavaScript. Пишем скрипт и нажимаем табуляцию. И плагин Emmet достроил нам теги. Хорошо. Внутри уже этих двух тегов скрипт мы можем с вами писать код для нашего JavaScript. Мы с вами рассмотрим такие методы как Shift и Unshift. Конечно, давайте для этого создадим наш массив. Пишем лет, а подчеркнение 1 равняется. Давайте с вами создадим какой-нибудь массив, например, числовой. Пишем 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Хорошо. Теперь давайте выведем его на экран. Пишем консоли.log и в скобочках укажем а подчеркнение 1. Он выведется у нас на экран. И давайте теперь к этому массиву применим наш метод. а подчеркнение 1 точка Shift. Смотрите. Наше описание удаляет первый элемент из массива и возвращает этот элемент. То есть этот метод изменяет длину массива. Поэтому мы можем не только удалить первый элемент, смотрите, но и также вернуть его в какую-нибудь переменную. let, давайте, d, присоединяем значение выполнения этого метода над нашим массивом. И выведем эту переменную на экран. Также пишем консоли.log и давайте укажем d равняется плюс d. Хорошо. И давайте, конечно, выведем сам массив снова на экран. Скопируем эту команду и вставим. Сохраним. И теперь запустим наш файл на выполнение page1.html. Нажимаем правой кнопкой и берем исследовать элемент. Выбираем вот здесь консоль. Смотрите. Array6 и Array6. Нажимаем F5, потому что кэш из браузера. Теперь, смотрите, всего 7 элементов. d равняется 11. И у нас с вами осталось всего 6 элементов. То есть вот этот первый элемент с помощью метода shift удалился и вернулся в переменную d. Теперь, конечно, давайте с вами рассмотрим следующий метод unshift, который позволяет добавлять элементы в начало массива. Пишем a1.unshift и читаем описание. Добавляет один или более элементов в начало массива и возвращает новую длину массива. То есть пишем unshift, в скобочках мы передаем сюда новые элементы. Давайте мы добавим сюда, например, 3 пятерки, запятая, 3 семерки, запятая, 3 тройки, точка запятой. И давайте вернем значение в переменную n. n равняется, let n равняется. И выполнение этого метода над нашим массивом. Также выведем это, конечно, на экран. В консоли точка log в скобочках, в кавычках, n равняется плюс n, точка запятой. И, конечно, выведем сам массив на экран. Ctrl-C, Ctrl-V. Сохраним. Идем в браузер, нажимаем F5. Смотрите, новая длина массива стала девятки. Потому что у нас с вами добавилось сюда 3 элемента. К вот этому предыдущему массиву, который был длиною 6. Смотрите, вот он он. 3 пятерки, 3 семерки, 3 тройки. Ну и вот эти элементы, которые были до этого. И новая длина 9 элементов. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Ставьте лайки. Комментируйте. Задайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.